Добрый день! Хочу показать вам еще одну свою авоську. Уже не на фотографиях, а можно сказать живую через камеру. Итак, вот такая вот довольно-таки немаленькая авосечка. У нее есть донышко, такое плотненькое, хорошее, что, как говорится, внизу ничего не вывалится. Ну и размер вот этих сеточек, он довольно-таки небольшой. И даже, ну, конечно, единственное, что сюда нежелательно, это сыпучее. А так ячеечки довольно-таки маленькие. Вот видите, у меня даже еле-еле пролазит пальчик. И из этой сумки, как говорится, практически ничего и не вывалится. Это авоська, но с очень-очень мелкими сеточками. Ручки у нее довольно-таки длинные, поэтому можно носить на плече, что очень удобно. Руки освобождаются. Либо просто вот любым способом сделать, как говорится, ее покороче. Вместительность очень большая, потому что, вот это у меня в свободном сейчас состоянии, вот в таком виде, размером. Сейчас я вам расскажу. Вот чуть больше 30 сантиметров шириной. И примерно, только же, примерно высота получается вот этой вместимости. Но при накладывании, соответственно, она еще больше растягивается. Видите, она тянется в разные стороны. То есть, сюда можно вложить даже очень-очень большой арбуз. Но сколько она выдержит? Выдержит, я так думаю, килограмм может быть 30 даже спокойненько. А может и больше. Не проверяла, потому что ничего такого прям очень тяжелого у меня все-таки нет. Но я не думаю, что вы больше 20 килограмм все-таки будете мне ее таскать. Повторюсь, что большой-большой, огромный арбуз сюда точно влезет. Все это засовывает, соответственно, горловина довольно-таки большая. Вот сверху. Как видите, она тоже у меня тянется. Вот получается. Дно, опять же, повторюсь, полнышко. Такое вот крепенькое. То есть, ничего особо с этой сумки не выглядит. Еще один плюс в этой сумке. Это его, можно сказать, компактность этой сумочки. Можно ее сложить. Лучше складывать вот таким образом. Скручивается вот эта верхняя часть. Можете, если имеете по-другому, то можно по-другому сложить. Вот так вот. И закручивается вот вниз. Как видите, занимает, займет очень мало места. Причем я еще не туго скрутила. А так. Больненько. Можно сделать какие-нибудь вот тут вот, если хотите, петелечку какую-нибудь. Либо вот есть от... Медицинских бинтов. Вот такие вот закрючечки. Ну, это как хотите. В принципе, она вот особо и шибко-то не раскручивается. Положили в сумочку, пошли в магазин. И туда, как говорится, все сложили, все продукты. Потому что влазит очень-очень-очень много сюда. Вот за счет вот этой вот... То, что она очень-очень хорошо тянется. Пряжа это стопроцентный хлопок. Качество очень хорошее. Вот я вижу из такой ткани, вернее, из таких ниток дочери различные кофточки и тому подобное. При стирке даже не наблюдаются каких-то каторков. Единственное, не очень хорошо, если вы будете ее кипятить в горячей, сильно в горячей воде, стирать эту сумку нежелательно. А так свободно, спокойненько можно стирать ее в машинке. Ничего ей не будет. Соответственно, сушить просто вот под милой. Все. Никаких особых таких нюансов при ухаживании за этой сумкой особо и нет. Сейчас еще эти сумки довольно-таки в тренде. То есть, мода на них только-только началась. С такой сумкой вы точно будете отличаться от всех. И еще, вот я лично за соблюдение хотя бы минимального размера соблюдения экологии. Дело в том, что из-за пакетов, из-за пластика на нашей планете творится черт не знает что. Вы это можете увидеть в соцсетях, на ютубе, везде видео, насколько мы загаживаем нашу планету. Ну, я так думаю, вы сами это видите. Вот, допустим, даже если, ладно, в городах вот службы как-то убирают, что-то сделают. А вот, допустим, в пригороде либо в начале даже за город выезжаешь, это уже что творится. Все загажено этими пакетами, пластиком, мешками и тому подобное. Вот, а с помощью вот таких вот сумок, как говорится, мы начнем с себя и вы же не будете такую сумку при использовании выбрасывать. К тому же, эта сумка намного крепче, чем пакет. То есть, эта сумка окупит себя буквально, если честно, посчитайте, сколько у вас уходит в месяц на пакеты для похода, вот просто даже в магазин. Когда вы посчитаете, вы, если честно, ужаснетесь. Мы практически каждый день ходим в магазин, и это практически каждый день новый пакет. Редко бывает, что мы берем старый. В среднем у нас пакет стоит от 5 рублей, самый дешевый. Ну, это посчитайте, где-то 150-200 рублей в месяц. Это с учетом того, если вы один пакет берете, они часто рвутся, поэтому берем, бывает, 2-3, вкладываем. То есть, соответственно, если вы такую сумку покупаете, вы за 2 месяца ее купите просто. Так что, просто чисто. Ну и посчитайте, сколько этих же пакетов вы выкидываете. Этим опять же, загрязняя окружающую среду. Тем более, что пластик не гниет, гниет от 50 до 150 лет. То есть, получается, мы засоряем не только свою жизнь, настоящую, но и будущее нашей детей. Ну вот, я вам показала такие сумки. Переходите на эко сумки. Во-первых, это красивее, экологичнее, удобнее. Очень-очень намного больше нюансов, каких-то плюсов в этом все. Итак, я совсем прощаюсь. А, кстати, по поводу покупки вот такой вот сумки или заказов. Следующая у меня будет сумка с деревянными ручками. Ручки будут из бересты. Ой, из бересты, из березы. Выпилены. Сейчас я вам даже покажу. Вот такие вот ручки. Видите, резные такие, интересные. Они вот на камеру, видно, не видно. Они прям, знаете, вот переливаются как перламутром. Вот такие вот ручки будут у сумки. Вот такой. Ручки обработаны минеральным маслом. Допустим, если у кого есть детки, можно не волноваться, что ребенок потянет такую ручку в рот и обгрызет. Во-первых, береза очень крепкая. Во-вторых, минеральное масло обычно им обрабатывают обычно игрушки и предметы там, утвари это посуда, ложки и так далее. То есть оно абсолютно безопасное. Вот. Итак, следующая воська у меня будет сумка такими вот прикольными ручками. Ну что, если хотите купить именно эту сумку или же заказать какую-то другую, в описании я оставлю ссылки на электронную почту свою, на соцсети. Можете обращаться и покупать и так далее. Итак, давайте будем беречь природу. Всем пока-пока и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok